Казанский блок продолжает свою работу. Как будто и не уходил он со вчерашней игры. Горелик. Снова пыталась скидку оформить, но Лазаренко тут как тут, а какой это уже блок по счету у Казани. Взамена первого у нас на старте этого матча. Кутюкова появляется вместо Черновой. Недоволен игрой молодой доигровщица Александр Кашин. А здесь еще и один в один закрывает Брайлен Мартинос на сессию Горелик. Как будто мы смотрим четвертую партию вчерашнего матча. Но Вану Фриенко на подаче. Вчера, кстати, она подавала больше всех именно на ее подачах. Динамо Акбар с брейковой очки набирает Мартинос. Классная атака, но есть защита от Ленинградки. Еще одна атака, на этот раз на одном блоке. Мартинос, конечно, против Горелик разбирается без каких-либо вопросов. Тоже ведь в Казани начинала свою карьеру. Профессиональную уж так скажем. А вот и ошибки в приеме пошли. Динамо Акбарс. В принципе, вертикальто на ваших экранах. Свою подачу исполняет. Напомню, первый эйс, по-моему, у нее был уже в этой партии. Или переходящий. Что-то там подобное было. А вот классная атака от Ленинградки. В какой-то степени даже, наверное, клубы Динамо Акбарс и Ленинградки и Ленинградка должны быть такими. Ну, если вот как в футболе обычно говорят братские клубы, здесь, наверное, такие стринские, что ли, клубы. Ну, а здесь Анна Меликова. Анна Меликова в расторопнем всех сыграла, сориентировалась. Для плюс 11. Даже на одном блоке здесь закрывает Горелик Ангелина Сперска. Это Лазаренко там не успевала. Артинос на подаче. Очень высокую почти свитчу запускают. На этих пляжном волейболе есть такой вид подачи скайпбол. Что-то похожее сейчас было. Но ничего себе даже этот мяч остается. И представьте, если бы этот еще в игре остался, Меликова пошла сразу к Лукьянову извиняться, потому что попала в нее после мощной атаки. Но здесь хотелось уже Ленинградке просто забить. У Казани много попыток с футболом. Казани все-таки эту партию собирает. Мощно стартовала Казань в первой партии. Организовала себе сумасшедшие преимущества. Это все с начала и начинается. С подачи Катюковой Казань с ней справляется, но будет доигровка. Классно. Атака от Романовой. И впервые в этом матче Ленинградка повела. Пускай и 1-0. Сперская айтем не сбивает. Браво первого мяч в игре оставляет. Мартина с задней линии. А вот у Брайлен с задней линии это все в порядке вообще. Ох, какой блок Екатерины Йениной. Прибежала прямиком из шестой зоны. Сакс на задней линии. Вот еще один пайп от Романовой тоже не забивается. И уже доигровка у Казань. Лазаренко очень четко здесь сыграла. И уже плюс 5. Ну вот здесь классно все сделали. Классная работа Анна Шевченко. Очень укороченная подача. Лукьянову заставляет принимать у той все в порядке. А здесь везет Казаночком немножечко. Мяч в игре. И забивают все-таки они. Этот розыгрыш завершает его в свою пользу. И вот скидка от Ленинградки, которая проходит. Здесь Казань читала ее. Ведь должна была быть у нас, скорее всего, второй связующий в этом росте казанской команды. Еще один блок. Но к нему мы относимся как к чему-то уже, само собой, разумеющемуся. Поэтому надо прыгать попозже. Ну и в целом нужна была пауза Казани. И вот чтобы вот такую атаку завершить, Мартина с 22 очков приносит своей команде. Но для этого нужны, конечно, усилия определенного рода, чтобы сложилось многое. Две неудачные подряд попытки от Лазаренко. И за это наказывает Ленинградка. 22-18. Два очка отделяют Казань от 2-0 по партиям в этом матче. Классная защита от Мартинас. Высоченный мяч для Лукьяновой, но это ее. Это ее высоченные мячи. Такие небыстрые. За счет длинных рук. Смотри, волейбол на потолке задеть. Лазаренко не успевает здесь. Есть доигровка. Ох, как же классно здесь Шевченко сыграла. Сначала спасла такой непростой мяч. 24-21. Увидим ли мы какой-то камбэк? Или нет? Или Казань завершит эту партию в свою пользу? А еще не все закончено. А еще, может, мы увидим сегодня что-то. Вчера она тоже выходила на несколько розыгрышей. Ну, смотрим. А четвертое касание. И вот так вот у нас все с ног до головы меняется. 24-24. Напомню, отыграл ли пять сет-болов. Есть доигровка у ленинградки. Поверяют Черновой. И та забивает. Та забивает. И вы знаете, сразу мне вспоминается почему-то... игрок сборной России. Участница Олимпийских игр в Токио. И просто красавица. Попадает сейчас в площадку Горелик. И везет сейчас Йениная. Ведь передача была-то неудобная. Горелик с мячом. Ее подача. И забивает Брайлен. Брайлен забивает эту важнейшую атаку. Возможно, это важнейший розыгрыш и по сетам, и в серии. Я не знаю. Ее подача. И где? И где тот хваленый казанский блок в самые нужные моменты? Ленинградка. Браво. Забивает. Очень высокая группа блокирующих указаний. А вот это ничего себе. А вот это Романова прочитала ситуацию. Просто браво. Просто украла. Заработанное очко. Снова на Мартинес. И снова Брайлен забивает. Брайлен в этой концовке надежно. Романова снова на месте. И стыковой будет. Веряется Бирскайта. И есть доигровка на сет. Это будет атака. И браво Романова. Валерия Романова сделала эту небольшую, маленькую сказку просто из ничего. 24-19 вела Казань. Ничего не предвещало беды. Но Ленинградка проявила свои самые лучшие бойцовские качества. И не только смогла отквитать. Отквитать. Одну партию она сделала. Это очень и очень красиво. Ну да ладно. Бирскайта еще одна хорошая подача. Не будет здесь атаки. Еще одна доигровка будет. И здесь уже закрывает Романова Катю Янину. Снова прочитана была эта история. У нас и Си Чернова была на ваших экранах. Ох, как элегантно, я бы сказал, выиграла Мартинс этот розыгрыш. Вот при счете 25-23-18, если не ошибаюсь, было. Что-то у него ехнуло. Он начал брать тайм-аут. И был, оказался, абсолютно прав. Вот эта чуйка тренерская у него сработала. Нет, здесь все так и у Ленинградки. Анафриенко что придумывает на Лукьянову? Вот пайпа Романовой не получается даже так. Так, очень здорово помочь сейчас на задней линии в особенности. Ветрини. Включается, Элена Ветрини. Было качественно играть в комбинацию пайп. К сожалению, у Анафриенко не было. Я думаю, она бы задействовала со второго или третьего раза в Мартинс точно. Ветрини у нее тоже все с атакой задней линии прекрасно, но в этот раз не сработало. Горелик упирается в блок. И так вот потихонечку Казань начинает восстанавливать статус-хво. Романова на подаче. Ветрини на приеме ошибается. И нет атаки у Казани. Придется защищаться. Искать счастье на блоке. И в защите. Вот Петрини сама защищалась. Романова аккуратничает. Здесь не рискует. Ветрини неудобно было, но нашла способ. Нашла этот способ. И все-таки Горелик пробивает казанский блок. Не успели его казаношки подстраховать. Так и вовсе могли еще одну доигровку получить. Ветрини. 22 очка. Когда же наступит этот момент Икс? Рукьянова здесь не доработала чуть-чуть. Не дожал этот эпизод. По той причине, что на спине нету залу, оказывается у нас. Чтобы играть в волейбол на уровне Суперлиги. Поэтому вот так. 24-20. Сетбол у Казани. Посмотрим, насколько Казани хорошо провела работу над ошибками. Вот есть сразу возможность завершить этот сет в свою пользу. Что и происходит. Брайлен Мартина ставит точку в этой партии. И как же ее не хватало в концовке второй партии? Как же ее не хватало на передней линии? Вроде так по улыбке. Вроде бы нет. Кутикова, кстати, на площадке. Вместо Чернова, я так понимаю, она осталась. О, а это снова. Снова лидер казанского хата. Я все-таки сходил рассуждать, что это вина двух исполнителей. Не получилось, не получилось. Доран Сердич недоволен чем-то. Вот и будет Владимир Преугуст. Не получилось здесь атака у Казани. Но Бибина спасает этот мяч. И в витрине на двойном блоке забивает. Там хороший разрыв. Она увидела. И как раз таки, по-моему, в эту область разрыва блока мяч направила. Скидка не прошла. Здесь атаковать кто? Бибина? Не получится у нее атаковать. Нельзя. Но здесь... Было слышно я. Недоволен Терзич. Разводят руками. Но с ошибками. С ошибками... Но пытаются действовать наверняка без придумывания чего-то. Мартинес. Вот такого от нее точно. Мне кажется, многие не ожидали. Такая сильная скидка глубоко под заднюю линию. Стала откровенностью. Глубоко под заднюю линию. Но вот... Это в пятую зону. Гаррелих на месте. Снова проблемы с приемом. Но забивать сейчас Романовой нужно как-нибудь. Хоть как. Вместо этого получает доигровку. Элен Петрини, который забивает. 23-17. Вот так вот концовка у нас, по всей видимости, уходит. Под официальным Зораной Терзича. 12-1 по партии. Прекрасный Элен Петрини. Итальянская доигровавшаяся Элен Петрини набирает 25-е очко. И Казань выигрывает этот сет. Вместе с ним и матч. И едет в Санкт-Петербург с прекраснейшим настроением. И ведя 2-0 в партии. Вот такой вот матч у нас сегодня получился. Спасибо, что смотрели сегодня этот матч. У микрофона был Эдуард Галямов. Я буду с вами прощаться. Любите волейбол и играйте в эту игру. Всем счастливо. Пока и услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok